Очередной скандал на летних Олимпийских играх мы обсудим с политическим аналитиком из России Михаилом Нижмаковым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Нижмаков. Здравствуйте. Ну вот опять скандал вокруг Олимпиады не утихает. В принципе, с самого первого ее дня страна, принимающая летние Олимпийские игры, Франция, как мы видим, продолжает притеснять религиозные права спортсменов. Случай довольно-таки не первый, в частности, мусульманских стран. Какие последствия, на ваш взгляд, ждут Париж, который в последнее время яро пытается представить себя как страну, которая пропагандирует якобы права и свободы человека? Хотя вот если посмотреть на деле и случай не первый, то все наоборот. Вот, к примеру, скандал вокруг того, что запретили носить головной убор хиджаб. Да, ну, надо сказать, сама по себе линия французских властей на запреты ношения хиджаба – это не нечто новое. Можно вспомнить, что, скажем, с 2004 года действует запрет на ношение любой религиозной символики и одежды в школах Франции. В дальнейшем вводилось целый ряд других запретов примерно в той же сфере, например, для родителей, которые могут быть одеты в хиджаб и сопровождать детей на каких-то мероприятиях. То есть здесь общая логика, общий вектор, в общем-то, понятен. И тот факт, что на Олимпиаде в Париже французским спортсменкам будет запрещено найти хиджаб и также озвучивался еще в прошлом году. Это тогда уже вызвало серьезные дискуссии в рамках подготовки к Олимпиаде в Париже. То есть, примерно, так сказать, достаточно активно обсуждалась эта тема, скажем, осенью прошлого года. То есть здесь, в общем-то, вполне ожидаемы шади французских властей в рамках тех норм, которые действуют во Франции правовых. Здесь также стоит отметить, что Международный олимпийский комитет, в свою очередь, высказывал несколько другую позицию по поводу ношения, в том числе, хиджабов в рамках мероприятий, связанных с Олимпиадой. Например, там отмечалось, что для спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде, такая форма одежды вполне приемлема на олимпийских объектах, на различных мероприятиях под Эдид и МОК. То есть в данном случае тоже есть определенные противоречия между французскими вводными нормами и теми правилами, которые озвучили представители Международного олимпийского комитета. Если говорить в более широком контексте, именно контексте международных отношений, конечно же, то, что такие правила во Франции действуют, это, в принципе, было ожидаемо и известно, но это вызывает в любом случае, конечно, негативную реакцию в прессе целого ряда государств с мусульманским населением. Это вызывает направленные с критикой Франции заявления политиков из таких стран. Поэтому, ну, как минимум, конечно же, фон для отношений Парижа с такими странами создает достаточно проблемный. Другое дело, что, повторюсь, это, в принципе, все ожидаемый сюжет. Да, ну, вот такая вот печальная довольно-таки тенденция в Париже наблюдается, опять-таки, с самого начала Олимпиады. Одни скандалы вокруг, проблемы различного характера. Как отмечают сами спортсмены, организация игры ужасная, начиная от угрозы здоровью атлетов в связи с низким качеством воды в сене и заканчивая плохим питанием, в целом условия, которые были организованы для спортсменов. Как вы считаете, как эта Олимпиада запомнится для мирового сообщества и какой урон нанесен имиджу Франции, которая и так уже давно имеет достаточно отрицательный имидж на политическом пространстве? Ну, в любом случае, любая Олимпиада, в принципе, любое большое мероприятие, в том числе спортивное, обычно вызывает не только какой-то позитивный эффект, которого ожидают власти, когда добиваются того, чтобы такое мероприятие прошло на территории их страны, но и поднимает целый ряд проблем, связанных, в том числе внутренних, связанных с ситуацией в городе, где проходит такое мероприятие, в стране в принципе. В принципе, да, та же самая ситуация, скажем, с бездомными, да, которые сейчас протестуют в связи с выселениями из Парижа на период проведения Олимпийских игр, тоже достаточно такой международный резонанс получила. Это практически неизбежный спутник вот этих крупных мероприятий, да, где большое количество иностранных гостей и пресса. Как это может, в принципе, влиять на имидж Франции в таком относительно долгосрочной перспективе? Ну, здесь сложно сказать, поскольку, наверное, как-то повлиять всерьез могли бы, может быть, какие-то крупные негативные инфоповоды, а сейчас они все-таки скорее фоновые, да, то есть что-то подобное, да, какие-то инциденты с бездомными, да, какие-то вот конфликты с представителями других государств, это вполне может на таких мероприятиях происходить. Мы это помнили из предыдущей практики. То есть здесь скорее не будет, так сказать, не принципиальное изменение восприятия Франции, да, а просто с теми государствами, у которых у Парижа и так были сложные отношения, скорее всего, это тоже повлияет, да, мы помним, что, в принципе, в период подготовки еще к Олимпиаде звучали заявления, да, ряда французских политиков, где, например, по отношению к Израилю высказывались, да, определенные негативные комментарии, да, что, в свою очередь, в израильской прессе встречало, да, естественно, реакцию достаточно критическую. Поэтому просто это, по сути, такой вот барометр, который замеряет те проблемные аспекты в отношениях страны-организатора, да, в данном случае Олимпиада с международными партнерами, да, с другими странами, которые и так до этого в других по-другим поводам могли проявляться. То есть именно, да, не какое-то принципиальное препятствие, да, дальнейшее для развития этих отношений, а именно вот такой рентгеновский снимок того, что происходит в рамках проблемной повестки, как внутренней, так и внешнеполитической. Да, ну посмотрим, что еще ожидает вся эта история с Олимпиадой. Ну что ж, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Да, вам спасибо за приглашение. Всего доброго. Исламофобские выпады на Олимпиаде в Париже обсудили вместе с политическим аналитиком из России Михаилом Нижмаковым. Продолжение следует...